привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь в имя иисуса христа аминь слава богу иисусу христу спасителю за путь и истину и жизнь вечную самое главное в жизни человека познать истину аминь братья и сестры я хотел бы сегодня коротко сказать одно очень важную информацию до которая реально лежит у меня в сердце первое конечно качок что я хочу сказать что иисус христос спас меня от ада и вечного огня иисус христос реально спас меня тот момент когда я умирал реально дал мне возможность покаяться и реально теперь я хочу это рассказать тебе моих в моей жизни начался настоящий свет иисус христос сказал к народу я есть свет миру и кто последует за мной тот не будет ходить во тьме я всю свою жизнь ходил во тьме но когда я начал кричать господу нашему иисусу христу сказал господь иисус если ты живой если ты настоящий бог помоги мне спаси меня он услышал эту молитву и он спас меня слава богу иисусу христу спасителю я хотел бы сегодня на этом стриме поговорить про очень важную тему которая касается всех людей в этом мире аминь я хочу здравствуй дорогой брат я хочу сказать просто поговорить про момент один который я сегодня пытался записать утром но не получилось но я сейчас про него поговорю очень важная он очень важная информация если ты будешь ходить туда где нету бога ты также будешь на суде вот эти мысли с этих мыслей мыслей я хочу начать этот стрим да вот многие люди которые ходят какие-то динаминации которые ходят в какую-то какое-то собрание как которые ходят непонятно куда они мне пишут на канале ты не спасенный ты не про не на правильном пути в тебе нету истины и так далее и так далее я это часто встречаю и это реально мне не хотят этим сказать что я не на правильном пути эти люди они с православных церквей потом какие еще там баптисты харизматы 50 ники кто там только нету и они все хотят мне объяснить что я не на правильном пути и что не туда иду до то ты должен относиться баптистам православным и все они одно и то же говорят я реально понимаю что меня то спас иисус христос меня не спас ним батюшка федя не еще какой-то батюшка да никакая динаминация меня не спасла мне не спасли эти камни в которые они ходят меня спас живой бог которому я служу и за которым я хочу идти и вот этот момент я хочу конкретно задеть где люди реально заблудились куда люди вообще сейчас идут и не дай бог быть в этой динаминации которая не служит богу аминь здравствуй дорогой друг благослови тебя господь и сохрани его давайте просто пообщаемся у кого есть еще мысленно пишите вот про эту тему я хочу конкретно вот сейчас постараться ее донести до всех да кто еще не пришел богу кто еще где-то сидит просто мне обидно слышать людей которые сейчас данный момент сидят на какой-то лавочке или ставят свечки каждое воскресенье но они сами не читали библию они они сами не знают того кто за них заплатил цену кто их любит они не знают иисуса христа и это очень важным важным и почему я хочу про это говорить потому что люди будут за это отвечать все кто попадет на суд кто не не был с богом вместе до кого бог не знал вот мы сейчас все это с библии поговорим я просто хочу начать эту тему с этих с этого момента да потому что люди они думают они сидят где-то они ставят это не соблюдают какие-то традиции они в каком-то братском совете они в какой-то в динаминации находятся и они до сих пор некоторые пишут мне ты не обманывайся ты еще не спасенный у меня первое что мне это он православный он спасенный они только спасется православная церковь а второе проходит полчаса он мне пишет я тоже я тоже не спасенный ты тоже не спасен это вообще куда маразм и бред он 20 лет находится в какой-то динаминации он до сих пор думает что не спасенный за это время за 20 лет он должен уже полнации привести к богу не он а бог должен но проблема в том что это фарисейская и задукейская закваска вот эта закваска которая портит все тесто она испортила когда люди приходят дети божьи приходят к богу хотят познать бога реально вновь все мы нужна имся в ком в спаситель и выисусе христе который показал мне путь мы нуждаемся все в нем а если ты к камне придешь я тебе буду говорить а ты должен вот давай вместе созваниваться если ты не воскресенье не позвонишь или ты ко мне не придешь гости все брат ты должен только слушать то что я говорю это нет я должен тебе показать только на иисуса христа я должен тебе рассказать что ты должен читать библию я должен тебе рассказать что ты должен иметь личное отношение с богом вот это я должен тебе рассказать почему вот сейчас мы заденем все темы почему я это все затрагиваю это очень важный момент ко всем людям почему люди мешают детям божьим прийти к богу вот реально задумайтесь про этот момент я вообще люблю всех людей пусть бог благословит и поможет всем людей прийти к богу да реально назад возвратиться но здесь что меня реально касается до что я должен остановить это когда детей божий не пускают к богу человек приходит хочет найти богу его куда-то какой-то уже все его разделяют он автоматом уже заходит какое-то разделение и потом происходит каос да он не знает что такое спасение он не знает что такое путь он не знает что такое воля божия он не знает что такое жизнь с богом и это конкретная катастрофа в христианском и вообще в этом мире когда человек не познает бога да вот конкретно катастрофа вот сейчас например кто-то начал смотреть этот стрим он первое конечно если он еще не с богом он думает о что он там несет туда-сюда я хочу также тебе ответить все что я тебе сейчас буду говорить и все это можешь найти в библии реально все что я тебе говорю ты открою библию новый завет начни это читать библию ты получишь в любом городе мира подойди если у тебя нет денег в любую какую-то динаминацию скажи им что нет денег они тебе ее дадут я это сам пробовал на своей здравствуй дорогой брат благословите о господи сохрани во имя иисуса христа аминь вот давайте все вместе братья и сестры просто заденем эту тему давайте все вместе поможем просто разобраться кто такие дети божии кто такой бог что такое спасение что такое церковь иисуса христа вообще для чего все это да или что это чтобы люди реально поняли что это почему человек приходит хочет прийти к богу да реально человек хочет прийти к богу а ему богу его не приводят его отводят от бога его садят в какую-то лавочку ему начинает объяснять какие-то традиции законы и так далее его грузят вот этим всем камуфляжем одевает на него что-то непонятное они только снаружи а кто почему не дает людям подойти к богу вот этот момент я хочу донести людям вот эта закваска которая сейчас происходит в многих динаминациях это закваска фарисейская дин задукейска она мешает детям божьим прийти к богу реально мешает почему ко мне когда я покаялся ко мне приходят люди и спрашивают меня ты православный я говорю нет ты баптист я говорю нет ты пятидесятник нет ты харизмат я говорю нет ты игорист я бы тоже нет а кто ты говорит я сын божий дитя божие я хочу идти за богом от бог мой отец он будет у тебя крыша поехал тебе надо психушку верующий человек не говорит уже сейчас недавно мне опять сестра такая верующая пишет тебе психушку пора вот тебе все они сами занимаются бизнесом прославляет бога собирает бабки хотят хоть на этом канале хоть раз я с кого-то попросил или вообще где-то ведра собирались я не буду это делать бог говорит ты получил бесплатно говори бесплатным людям спасение дается бесплатно не нужно ней богу не нужны твои деньги ему нужно твое сердце это все сделано нам нужен здание а может кто тебе сказал что тебе здание нужно если ты до сих пор не понял что такое церковь иисуса христа ты находишься в большой опасности если ты до сих пор не понял что такое живая вера что такое путь с богом это самая катастрофа которая может быть человеке если он не понял что такой путь с богом аминь аминь братья и сестры все давайте за буду зачитывать пару мест и и про них будем говорить да есть и если есть у кого-то какая-то тема пишите еще до поговорим мы опять и начали вот эту тему до конкретно важная тема если ты будешь ходить туда где нету бога ты также будешь судить также будешь на суде аминь а вот теперь смотрите что стоит в библии ибо время начаться суду с дома божьего время уже пришло время аминь кто должен это остановить это все проклятие которое сейчас происходит а как может иисус христос нам сказать вы братья какие братья если мы ты чё ты ты в нашей в нашем домике которые сделали руки своими руками свои люди ты же здесь не покаялся значит ты не спасенный брат тебе нельзя вечеря мнение мне они запрещают делать с ними в вечере иисус христос спас меня в моей комнате это могущественная сила благодати крещение духом святым аминь вот это есть когда иисус христос а здесь приходит какой-то человек и хочет мне объяснить что я не спасенный поймите он закрывает мне путь к богу он говорит тебе в ю тубе проповедовать нельзя тебе в охране работать нельзя тебе там нельзя работать ты должен в дудку дуть каждые выходные и сидеть у мы тебе объясним мне не интересно слушать 20 лет как правильно одеваться если ты идешь с богом если ты служишь богу ты бог тебе объяснит что тебе делать как тебе одеваться аминь аминь и вот этот момент что суд начнется с дома божьего суд здесь говорится братья и сестры про суд если мы сразу сравниваем этот стих и еще один стих который сейчас я вот не записал и но он стоит в библии на суд не приходят те кто принял иисуса христа спасителя кто живет воли божией и кто двигается за богом аминь братья и сестры они на суд не приходит про какой суд здесь стоит ибо время начаться суду суд с дома божий вот этот суд памяти тоже это получается эти вожди вот эти слепые или как их назвать вот эти фарисеи книжники которые людям закрывает глаза и так далее я не хочу говорить что все сейчас разбегали с этих динаминаций я хочу лично тебе сказать чтобы ты лично познал бога лично начал читать библию и лично жить так как хочет бог я хочу это лично сказать тебе потому что когда твои глаза закроются здесь в этом мире ты будешь стоять лично перед богом там тебе твоя дубка батюшка федя и вот этот крест тебе ничто не поможет тебе поможет только твой выбор который ты делаешь сейчас здесь на земле все больше ты ничего с собой не возьмешь это стопроцентова это мне было в духе когда я умирал своей комнате аминь я хочу вот задеть еще один стик да тоже касается этой темы аминь сто процентов брат есть только сыны божии книга гола там говорит кто верит в иисуса христа те сыны дочеря дети отец небесный стоит библии не называйте отцом не называйте учителя никого только иисус христос учитель а здесь разделили да реально взяли моего бога и спасителя взяли реально того кто меня спас моей комнате и хотят закрыть волю божию господь говорит иди на бокс молись там за человека и он примет иисуса христа приезжаю туда молюсь за него бог его освобождает он начнет он покаялся идет за иисусом христом они все запрещают если бог живет в тебе он везде будет идти понимаете братья и сестры а здесь вот это я не есть сейчас надо не потеряться донести шаг дух святой господь дай мне силы чтобы донести до людей это очень важная сейчас тема для всех людей до в библии стоит оставьте и они слепые вожди слепых ну как ты можешь ходить в какую-то динаминацию и до сих пор годами я говорю про годы ты принял водное крещение все эти ритуалы ты носишь косынку носишь брюки носишь галстуки каждое воскресенье ты в 10 часов находишься там на лавочке какой-то а ты до сих пор мне пишешь здесь в интернете сколько таких сообщений я еще не спасенный брат и ты тоже не спасенный брат ты не ну не надо говорить что ты спасенный он мне пишет я не спасенный и он тоже не спасенный оставьте их стоит библии они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму вся библия говорит про личное отношение с богом вся библия говорит познайте истину вся библия говорит живите в истине вся библия говорит про волю божию вся библия говорит что бог хочет лично тебя знать библия говорит также бог ревнует и вот это дальше сейчас мы пойдем дальше эту тему задение аминь кто спасется братья и сестры вот кто спасется из нас все конечно брат я стараюсь все что я говорю что в духе это было по теме и этот часто это стоит в библии да кто спасется братья и сестры как вы думаете то спасется вообще что хочет от нас бог наш отец что он сделал для нас ибо так возлюбил бог мир пришел в иисусе христе пришел сам бог иисус христос заплатил за нас цену сам отец взял цену заплатил перенес то что я должен перенести пошел на крест взял все он любит вечную любовью теперь говорит все сын мой иди за мной ты принадлежишь мне я буду проходить через тебя и говорить тебе что бог любит тебя и хочет чтобы ты шел за ним так же как и я и он хочет так же ходить через тебя аминь сто процентов и так оставляя времена неведения бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться бог хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины а для чего нам нужна нужда нужна истина вот как вы думаете что делает дьявол конечно он лжец лицемер змей там так далее да он хочет остановить но он не может это все совершилось это уже совершилось иисус христос уже все бог уже все заплатил все сделано это последнее время это время благодати которые ищут чего люди могут получить спасение время мало почему время мало никакой гарантии нету что я завтра еще буду здесь на земле или ты нету гарантий что я сегодня еще буду здесь нету гарантий аминь собой мы ничего не возьмем собой ты возьмешь только этот выбор который ты здесь делаешь на земле небеса или ад благословение или проклятия господь или дьявол ты делаешь этот выбор больше собой ты ничего не возьмешь даже свое собственное тело которым ты живешь она будет внизу и его не будет а дух который в нас это уже будет или с богом или не дай бог ужас это будет проклятие вечное вечный огонь вечные муки вечные страдания смерть вторая книга откровения библия это все там стоит кто не принял иисуса христа у того будет беда вечная беда эти коротковременные страдания которые каждый из нас здесь про спросу проходит верующие люди неверующие люди это лишь миг пыль библии стоит и так далее а вот потом будет вечность с богом давайте будем идти дальше братья и сестры вот насчет этой темы тоже поговорим дальше кто спасется но тогда отвечу им я никогда не знал вас прочь от меня говорит господь беззаконники вот интересный интересное начало тогда отвечу им я никогда не знал вас прочь от меня делающие беззаконие беззаконник я никогда не знал вас аминь бог хочет лично познать тебя бог хочет лично чтобы ты знал слова божьего хочет лично чтобы ты жил в его свободе бог хочет лично жить через тебя и также спасать через тебя детей божий чтобы люди приходили назад к отцу это дети божьи это здесь все наоборот деноминация запрещает а бог говорит теперь ты в моей воле и через тебя люди будут приходить к богу аминь понимаете да теперь чё здесь реально динаминация тебе говорит все ты кличку тебе ставим пятидесятник баптист харизма клички понаставили у нас есть бог у вас нету вообще все дети божьи хотят прийти к отцу а здесь разделили его на 125 частей и здесь приходит такой как я незнатный униженный ничего не знатные не незначащий катастрофа в этом мире и здесь говорит про волю божию они говорят у тебя точно крыша поехал ты всю жизнь катастрофой занимался а здесь ты нам хочешь объяснить то такой бог вот так не фарисеи книжники говорят нет отойди от меня мы тебя близко не поставим ты иди ты там то то тот и так далее бог избрал не мудрая ним немощная мира чтобы опозорить это все знатное чтобы опозорить вот эти все вот эти все что что у вас есть там вот эти богатство мирское собирает все деньги куда не посмотришь карточки ведра с этих людей у кого в семьях страдания болезни жертвы как ты жертвуешь бог тебя благословит все совершилось иисус христос заплыл заплатил за все полностью все совершилось уже все сделалось все бог говорит все возьми теперь любовь мою и все ты получишь спасение а здесь начинается сбор всемирный сбор как ты был как ты заплатишь так тебя бог и благословит живем в 90-е года как ты мне заплатишь а мы тебя брат будем охранять поставим тебе хорошую охрану и будем тебя конкретно охранять с тобой ничего не бред какой-то мы про бога говорим а здесь реально проповедь идет про вот эти все динаминации которые да поймите вот к чему я иду все бесплатные бога идите за мной все лично идите за мной не надо там уходить конечно я сейчас чтобы не я не хочу чтобы меня кто-то неправильно понял я хочу просто донести тебе что бог хочет тебя знать лично тут потому что ты лично встречаешься с ним если ты думаешь что сейчас ты один у тебя никого нету тебя полностью много проблем как раз сейчас твой момент чтобы прийти к богу назад говорю с личного опыта и найти теперь в нем свою свободу все тебе никто не нужен тебе нужна твоя комната на колени познать истину и идти за богом все бог хочет твое сердце все мы ему больше тебя ничего не надо он хочет то как ты чтоб вернулся назад к отцу как блудный сын как я который ходил по этому миру и не знал куда себя засунуть и здесь реально падал ходил умирала реанимация зависимость ужасы 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 а приходит бог я люблю тебя я люблю тебя какой то есть ты весь разбитый весь шрама у тебя ужас жизни а я тебя люблю все против тебя все пошли от тебя лично люблю я лично через тебя хочу действовать ты мой сын ты моя дочь ты мое дитя аминь слава богу иисусу христу спасителю за путь истинную жизнь вечную и будем все это говорить чтобы люди эти все которые сейчас страдают которые сейчас думают они не знатные мира они ничего не достигли у них никого нету я такой же был я просыпался под мостом просыпался в ужасе вообще позоренный избитый и что только моей жизни не было да реально я не понимал для чего я живу пока весь этот момент моей жизни не произошел когда я реально встретился с богом живы тогда я понял когда у меня все у меня был момент когда меня туда хотел убить кто-то хотел искать туда их море таких моментов было до нереально я понимал я не в той картине я всю жизнь жил до 30 лет я понимал я не в той картине это не мое это реально все не мое не мое это все бабло там то это я не знаю разборки какие-то зависимость я понимал я не мою и прошу пришел момент такой в жизни я потом начал просто понимать когда я покаялся начал читать библию почему я говорю что библия истина почему я говорю что иисус христос истина потому что все что я раньше думал это стоит здесь в новом завете из-за этого это истина я не хочу вам рассказывать басни крылова крылова или вот это да во первых если бы если бы не бог меня бы уже здесь на земле бы не было уже раз десять минимум 2011 году мне говорили тебе осталось недолго те со здоровьем катастрофа да реально сейчас прошел 23 год у меня 33 сына у меня жена у меня слава богу бог держит меня в своих руках здоровья есть и реально ведет за собой и он может также сделать в твоей жизни но самое главное чтобы ты был с ним аминь слава богу иисусу христу спасителю дьявол вор он приходит чтобы украсть убить и погубить аминь крадет веру губит тело а потом что дальше происходит а ты вечный огонь цель покуп цель покушения дьявола идет на веру на веру если он ворует веру он идет конечно дальше он как вор опытный лицемер и так далее он идет дальше он убивает тело в моем случае авария зависимости вот смотрите какие люди сколько людей миллиарды людей живут в заглушке сатаны что такое заглушка заглушка когда он тебе дает сигареты наркотики игромания бухло и так далее то у тебя глушит это даже деньги 5 деньги ты думаешь о я такой у меня там то я такой крутой все крутое по услышал умер во сне дьяволу просто закрыл жалюзи ему чтобы вообще ничего не видел а потом бак человека нету заглушка дьявола он все делает чтобы человек не подошел истине а здесь приходит еще вот эти все динаминации человек хочет прийти реально живому богу а здесь тоже начинает ему объяснять ты недостоин ты был таким в тебе нету то тебе нету это тебе нельзя в братский совет тебе нельзя это ты еще должен 30 лет на задней лавочке сидеть потом мы тебе дадим вот такую дудочку в дудочку будешь петь но это же бред какой-то сами подумайте какая дудочка какой батюшка какой старец какая там литература у меня есть слово божие за это слово было заплачено огромная цена огромная цена люди умирали первую цену самую огромную было заплачено господом нашим иисусом христом это новый завет с богом это мой спаситель мой господь иисус христос это самая большая цена сколько апостолов проповедников и детей божий платили за эту за это откровение которое мы сейчас имеем в руках мы не верим слово божие а мы верим в ту ложь который дьявол нам говорит потому что существует лишь один бог и лишь один посредник между богом и человеком это христос иисус аминь я еще хочу один стих суда при ну прочитать проклят человек который надеется на человека и вот эту плоть делает свою опору и еще один стих может это присоединить я думаю даже можно сказать проклят да кто ищет славу у человека а не у бога и вот таких моментов мы очень много видим вообще вся эта система религиозная она нас приводит к тому чтобы у нас была какая-то вышка кроме бога сейчас мы дальше будем читать про эту тему что хочет бог вышка в любом составе раньше я также думал я думал есть я общаюсь с человеком который хорошо прославляет я реально его с уважением и реально думал вот такая бог в нем туда-сюда я думал вот это круто с ним общаться там прославление туда-сюда но я как-то забыл я был в заблуждении я когда-то было время один раз помогал там охранять какого-то проповедника мы даже ездили охраняли там группа охрана тренер был и мы профессионально это все делали я думал это какое я как-то задели знаю в каком я в заблуждении вообще был конце концов я пришел к богу тогда когда я остался полностью один полностью в беде полностью в горе полностью когда меня никто уже видеть не хотел и здесь приходит христос как молния мою комнату был сильный дождь была сильная зависимость и говорит мне я сижу как лужа грешной воды грязной воды и грешной воды и плачу просто как мне смотреть глаза бога он не горит я тебя люблю и все я плачу дальше если тебе это сказал господь кто может тебе сказать что ты недостоин любовью вечную я возлюбил тебя из этого дал тебе благословение благоволения единственное что надо воззови ко мне я отвечу тебе говорит господь и покажу тебе великое недоступное это жизнь с господом нашим иисусом христовым спасителем это великое и недоступное дьявол пришел чтобы украсть убить и погубить а иисус христос пришел чтобы имели жизнь имели жизнь с избытком вечная жизнь богом в этом мире у нас будут страдания гонения и муки но вы не переживайте говорит иисус я победил этот мир я уже все сделал вы спасены вы принадлежите мне и вы моя церковь аминь вы мои дети я знаю вас аминь братья и сестры слава богу иисусу христу спасителю не делать себе кумира и никакого изображения что на небе вверху что на земле внизу и что воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им ибо я господь бог твой бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящий меня и соблюдающих заповеди мои вот это можно опять присоединить к этой теме не делайте себя кумира не дудку не батюшку федю и не думай что тебя спасает этот рукотворенный храм или дом в котором нету бога библии стоит бог живет не в рукотворенных домах а в твоем сердце стоит библии а здесь на понастроили себе идут теперь вот смотрите спасение только у нас почему про сердце никто не говорит что в сердце если не будет спасения ты хоть там сиди здесь ходит галочки ставят мне уже один человек это идолопоклонство если ты не живешь с богом а просто ставишь галочки во мне у самого еще очень много проблем я не хочу себя назвать что я такой верующий конкретно единственное что я получил от бога и что я принял это любовь божию я спи я получил спасение только по благодати и милости не своими делами никто не спасется только через веру в моего господа и спасителя иисуса все я только так получаю спасение я до сих пор понимаю что я вот это тело только получается по благодати что такое благодать это незаслуженная любовь которого имеет к нам бог аминь аминь братья и сестры били грим был кумиром всех нет чтобы самому было идти за христом все шли за ним и теперь где все эти люди а у него были большие проблемы о христе да да это вообще это это я вообще никогда не думал что я к этой теме подойду да а здесь так моей жизни все произошло что я должен про это говорить что я должен рассказать реально про это это реально моей жизни никогда не думаю я все равно думал как-то где-то все равно что бог коснется и они где-то я думаю это это вот давайте дальше пойдем сначала это все прочитаю дальше еще будем заденем пару стихов а вы не называйтесь учителями ибо один у вас учитель христос вы же все братья аминь и отцом себе не называйте никого на земле ибо один у вас отец который на небесах я еще вот этот стих надо тоже надо было прочитать я вот его не записал один дух одна вера один спасите вот это тоже ну примерно я говорю это надо было тоже прочитать чтобы тоже сокрыл в этой также библии стоит если иисус увидит любовь между нами там пребывает а как если будет любовь если там динаминация там разделение там обряды какие-то слово божие у нас а у всех одинаковое ты хоть как ее не понимая но одно но они наверно по-другому поняли и иисус говорит им неужели вы никогда не читали в писании камень который отвергли строители тот самый сделался главой угла это я опять хочу теперь задеть тему мы задели коротко тему кто спасется да но я так говорил потом я все это опять соединю а теперь церковь иисуса христа начнем с вот с этого стиха самые интересные главный стих такой я надеюсь я в духе все это правильно понимаю иисус говорит им неужели вы никогда не читали в писании камень который отвергли строители тот самый сделался главой угла самый главный камень это конечно в духовном нашем доме это иисус христос да это самый главный камень дальше стоит про церковь иисуса христа и сами как живые камни устройте из себя дом духовный священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятные богу иисусом христом аминь братья и сестры и познайте истину и истина сделает вас свободными господь есть дух а где дух господин там свобода это опять церкви иисуса христа и так далее какая совместность храма божьего с идолами ибо вы храм бога живого как сказал бог селюсь в них и буду ходить в них и буду их богом и они будут моим народом и что такое теперь церковь иисуса христа воля божия что хочет отец чтобы дети вернулись назад к отцу как в эдемском саду произошла катастрофа так с иисусом христом на голгофе произошла благодать и любовь теперь отец хочет чтобы мы вернулись назад в дом божий церковь иисуса христа также что про нас написано что мы храм бога живого что камень самое главное это иисус христос нашей жизни что мы народ божий прочитали мы что мы дети божии прочитали что отец наш небесный называть что иисус христос нас нас учитель мы прочитали также можно добавить что мы читали что я не знаю где вас вот эти стихи в старом завете бог ревнует бог хочет чтобы лично мы знали бог хочет чтобы ты лично зависел от него бог хочет чтобы ты лично молился ему бог хочет лично знать то что я не знаю о тебе вы хоть чтобы ты в комнате говорил с ним до личное отношение с богом моей жизни за все эти откровения в данный момент идут атаки на высшем уровне конкретные атаки прям серьезно все не шутка физические атаки духовные и так далее все равно я верю до конца бог меня тренирует учит как отец воспитывает меня показывает мне где ошибки делают показывает мне где мне лучше быть чтобы я тебе это рассказал брат мой аминь три года как познал бога и любовь господу его слову аминь слава богу с каждым годом больше и больше аминь так как понимаешь что из ада вырвал меня аминь слава богу иисусу христу за тебя брат конечно самое главное что ты его лично познал и теперь ты лично никто тебе не может сказать что ты не спасены никто тебя не может оторвать никто потому что ты идешь с ним а здесь просто почему я сейчас задел эту тему я не хочу никого там осудить или еще приговорить туда-сюда я хочу освободить человека чтобы он понял что не ты не один я также был один полностью а также был незнатный мира не униженный мира ничто не мог в мире и так далее а бог говорит вот теперь я хочу тебя сделать то что я хочу и самое главное что произошло в моей жизни это что я принял иисуса христа до что я про понял до что бог коснулся меня мы будем конце стримя стрима молиться за всех нас кто сейчас на стриме братья и сестры очень важно молитва в духе истине как стоит господь ищет ищет себе поклонников которые поклоняются ему в духе истине это те люди которые сказали всем что у меня есть господь я иду с богом и я хочу откровение от бога что сказал иисус христос когда было нападение дьявол он сказал мне не только хлебом питается человек но каждым откровением от отца бога все да и нам нужно это сколько таких моментов жизни если у нас нету воли божией в жизни если у нас нету бога в жизни мы всегда будем сидеть и думать о как так если ты идешь за богом ты должен понимать что ты должен жить в воле божией во первых это тебя освобождает их многие люди которые приходят богу у них там зависимости ужас какой-то в жизни да и они думают а как не оставаться в воле ком RT2 оставаться с богом чтобы остаться с богом ты должен быть в воле божии аминь а перед что такое воля божия воля божия это когда ты принял иисуса христа это первый момент покаяния или или даже первый момент ты познал библию слова божия второй момент покаяния третий момент что ты просто говоришь отцу все уже не я живу а ты вам не живешь уже не моя воля, а твоя воля. Как Иисус Христос молился и учил также нас. И так же стоит в Библии отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной, говорит Иисус. Да, все отвергни. Выкиньте свои удочки и пойдемте. А если ты приходишь и ставишь себе галочку с сигаретой во рту и ты думаешь, что брат меня какой-то не увидел, этот брат важнее Бога, что он про меня подумает. Да какая тебе разница, что он про тебя подумает. Он тебя уже сто раз забыл и крест на тебе поставил 250 раз. И про тебя уже сто раз со своим батюшкой Федей обсудил, что ты незнатная этого мира. Да. Думай, что о тебе хочет Бог. Да. Вообще забудь этих батюшек и всех этих динаминаций, про которые ты думаешь иди в свою комнату, встань на колени и кричи к Богу, пока он тебе не ответит. Вот это Бог о тебе хочет. А вот это все разделение, которое сейчас происходит везде, которое не дают людям идти за Богом. Это самый большой каос. Почему религия или вот эта динаминация не дает людям таким, которые познают истину, которая делает его... Что меня сделало свободным? Раньше я питался от какого-то человека, например. Ну, не то, что питался. Я там думал, ой, если я его слушаю, я такой прямо этот, как его, благословенный или как сказать. Пока миссия, я реально не понял, что мне нужно лично читать Библию. Этот канал Дорога к Богу, да, он посвящается реально всем людям, кто хочет зависеть, быть воле Божией и служить Богу. Аминь. Мы, как все братья и сестры во Христе, мы должны друг друга поддерживать, молиться вместе. Но у нас есть источник, путь, истина, это, конечно, Господь наш, да? У нас нету... Я тебе не помогу прийти к Богу, я тебе могу на него показать, что я делаю в этом канале. Я рассказываю тебе про того, кто меня спас. Но ты лично должен познать истину, чтобы мы в духе общались на одном языке. Если ты конкретно будешь знать Библию, ты сможешь в духе просить Бога, чтобы он тебе открыл. Он тебе откроет пару мест Писания из Библии, и ты будешь полностью свободный. И никакой тебе человек не скажет, что ты не спасенный. Если Бог тебе говорит, что он тебя любит, что ты спасенный, что ты сын, что ты мой, а кто тебе может сказать, что ты не спасенный. Кто тебе может или мне, кто это может сказать? А теперь я хочу передать, да? Из-за этого я начал вот этот стрим, который сейчас идет, да? Если ты будешь ходить туда, где нету Бога, ты также будешь на суде. Это очень важный момент. Как он в миру происходит? Если ты принадлежишь какой-то банде, какому-то нехорошим делам, и тебя милиция останавливает, ты принадлежишь какой-то банде, например. Ты также будешь получать этот срок и так далее, если ты с ними. А здесь другой момент. Ты находишься, ну, про что я имею в виду? Ты находишься в какой-то динаминации, и все они идут против. Здравствуй, дорогой брат, благослови тебя, Господь и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Ты также находишься в каком-то разделении, да, годами, и так же слушаешь это, так же идешь против людей, которых Бог реально поднимает, поднимает реально меня, как незнатная грязь, лужа какая-то грязная. Вообще катастрофа полная, все тело в шрамах, избитые и так далее, что только не было в жизни. Бог поднимает, говорит, расскажи им, что есть настоящая жизнь. Бог мне дает трезвую жизнь, нормаль, без матов жизнь. Да, в моей жизни еще есть моменты, я вам не хочу сказать, что я такой совершенный. Господь меня просто делает своим сыном, все, Иисус Христос. А я тоже делаю ошибки, так же, как и мы все. Я не хочу сказать, что я какой-то, но Бог реально показал мне путь, путь, который я искал в своей жизни. Из-за этого я хочу также еще раз повторить, если ты будешь ходить туда, где нету Бога, ты также будешь на суде. Это катастрофа, да, потому что ты не познал отца. Отец может сказать, Господь, я не знал тебя, делающий беззаконие. Тебе говорили, приди, начни, ты не шел, ты не знал истину, ты зависел, твое сердце не принадлежало мне, твое сердце принадлежало человеку. Ты зависел от человека. Бог говорит, оставь все и иди следуй за мной. Кто любит кого-то больше, чем меня, не достоин меня. А здесь настроили себе идолопоклонство. Мы служим Богу, а покупаем проповедники. Я смотрю, некоторые проповедники покупают машины по 300 тысяч долларов. Машина, дом 10 миллионов долларов. Один сбор на конференции 15 тысяч, один день. Четыре дня проповеди 50 тысяч евро. Четыре дня. Это кидая туда бабушки, матеря, еще дети, которые, беда, беда, беда. Чтобы вот этот батюшка ездил на каком-то гелике бронированном и жил 10 миллионов в евро доме. Вот поймите, да, это как понять. Я не хочу, конечно, они отвечают на это, но Бог нас так благословляет. Но если у тебя есть избыток, что говорит Библия? Библия стоит возлюбить Бога сердцем, душою и так далее, и так далее. Первый момент. Второй момент. Также своим имением, возлюбив Господа. Конечно, Бог мне дает семью. Я должен позаботиться в первую очередь, чтобы у семьи был здесь, чем я могу, хотя в моей ситуации тоже здоровье и так далее. Все смотрят каналы и, ну, видите, что я в больнице там. У меня тоже в этот год начался, у меня очень такой боевик какой-то. Четыре раза реанимация, два раза полностью наркоз. Делали такие эти. Короче, я уже думал, все, время мое закончилось. А Бога и дня подожди. Мы еще свое дело не закончили здесь, на земле. Аминь, да? Слава Богу. Добрый вечер. Вопрос по поводу причастия. Это же только в церкви можно делать. Аминь, в церкви Иисуса Христа. Конечно, ты можешь, дорогая сестра, пойти в магазин или где там, купить виноградный сок, да, сесть дома, взять семью, если ты одна, если никого нет, возьми знакомого. Я даже делал это один. Я один раз зашел в одну динаминацию, мне сказали, ты недостоин, тебе много греха, мы тебе не дадим это сделать. Я пошел в магазин, взял виноградный сок, сел дома, разломил, поблагодарил моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сказал, просто очисти мое тело, я верю в тебя. И помолитесь хорошо, и примите это, да, во славу Божию. Библиисты, кто принимает кровь мою, кто ест плоть мою в духовном, конечно, виде, это все должен человек понять, кто читает Библию. Тот имеет жизнь вечную, это хлеб жизни, и это реально в духовном виде вы это верить, и это тоже спасение. Аминь. Я надеюсь, если есть какая-то динаминация, которая это разрешает, хотя не разрешает, а там вино, что совместная моя кровь Иисуса Христа Спасителя, моего Бога с алкоголем, который меня 15 лет издевался надо мной, это сатана без, алкоголь это без. Я никогда в жизни не буду пить вино с алкоголем, которое Бог в меня реально, это драгоценная кровь. Виноградный сок можете купить, он даже дешевле, чем это вино. И выпей, да, нормально. А здесь смотришь, налились и такой фужир, да, полный вина, и сидит он вот так, у него там пузо метр, наверное, да, еще он полчаса пьет это вино. Он выпил это, причастие сделал, я смотрю, его шатнуло чуть-чуть. Я не знаю, как это понимать, да, вообще. Я уже такое, что я только не видал в этих всяких динаминациях, да. Да, не просто, конечно, пусть Господь всем поможет, людям, да. Я не хочу, братья и сестры, вы простите меня, если я там где-то, может быть, кого-то. Я хочу просто истину сказать, чтобы, конечно, я человека изменить не смогу. Если он такой в сердце, он такой и останется. Ему только поможет Бог, если он к нему придет на коленях. А так, сколько я пытался человеку объяснить, доказать, изменить. Он до сих пор сидит с пивом, ест сушеную рыбу и говорит мне, что у меня крыша поехала, да. Ты вообще, тебе психушку надо, ты говоришь про какого-то Бога, про какую-то Библию прочитал, у тебя крыша мне говорят ехать. Я лучше буду сидеть с таким пузом, пить пиво и рыбу сушеную. Знаете, я за него также молюсь, за этого человека, чтобы он пришел к Богу. Просто у нас с этим человеком две разные дороги. Аминь. Я не могу находиться на одной дороге, где катастрофа, потому что я сам был в этой проблеме. И этот лев, этот дьявол, он ходит как рыкащий лев, в мою жизнь он приходит каждый день и стучится, открой мне дверь. Да, дьявол приходит, да. Я молю Бога, чтобы он реально держал меня в руках и помогал. Аминь. Я надеюсь, братья и сестры, все, кто сейчас на стриме, они все знают. Я думаю, вы все знаете Слово Божие. Я надеюсь и думаю, что вы все знаете. Но кто не знает, читайте конкретно, чтобы вы были реально в духе, да. Вы были реально в Боге. Это очень важный момент. Да, не можете пить чашу Господню, виноградный сок и чашу бесовскую, алкогольное вино. Да, вот этот брат, интересный момент. Я тоже был на одном собрании, там было вот эта вечеря. И мне говорит, ну там молятся перед вечерьем, если ты Богу что-то пообещал и ты это не сдержал, тогда ты не достоин принимать вечеря. Ну такая молитва была. А я Богу обещал, что я пить алкоголь не буду. А теперь я спрашиваю этого батюшку, я говорю, я говорю, а что там в этом, в этом, ну в этом стакане? Он мне говорит, там алкоголь. А я говорю, это Богу обещал, что я не буду пить алкоголь. А он говорит потом мне, а это не алкоголь, это кровь Иисуса Христа. Но я и не принял, я встал и вышел, уехал потом. Аминь, братья и сестры. Просто вот этот момент, этот стрим я его запишу и выставлю, выставлю опять, как всегда в этом, да, что посмотрели. Из-за этого на суд придут только те, кто не находится в воле Божией. Если кто-то находится в какой-то динаминации, и кто-то еще не знает Библию, и кто-то реально идет за слепым этим вождем своим, да, тот также придет на суд. Вы не думайте, что здесь будет какой-то другой. Если Бог тебя не знает лично, будет большая проблема, ужасная. Ты должен лично, это придется тебе все оставить и следовать за Богом. Аминь, все оставить. Браты, это не, вот Василий, брат, да, на гелике ездить, это не грех. Я не говорю, я не говорю, что это грех. Я говорю просто одно, я сам видел, как люди реально жертвуют, там, бедные матеря, там люди, они и так бедные, они приезжают на эту конференцию, и идет это ведро. И здесь человек, и перед этим ведром молитва такая, как ты Бога любишь, так ты жертвуешь. И здесь он берет, все деньги кидает в это ведро, и не знает теперь, как до дома. Он сидит на улице, я его встречаю, этого человека, я говорю, а как ты до дома там ехать еще? Он с Украины был, и я говорю, а как ты до дома доедешь, там, тысячу километров? Он говорит, я не знаю, что делать. А я вообще в другую сторону ехал. И вот я так думаю, вот эти все люди, они бедные, отдают все последние деньги, а потом ты смотришь этого проповедника, и он выезжает реально на машине, да, который стоит 300 тысяч долларов. Машина. И там дом 10 миллионов, например, да, долларов, я вам говорю. И вот эти моменты, конечно, я не знаю даже, да, если Бог тебя так благословляет, ну сколько людей есть, которым нужно помочь, да, хоть немного. Конечно, сейчас напиши в интернете, кому помочь, там, там столько этих есть, но я вообще говорю, да. Но это другая тема, это можно, если Бог поведет эту тему, коснуться конкретно эту тему. Но я сейчас, я хотел тему задеть конкретно, если ты ходишь туда, где нету Бога, ты будешь так же судить, сидеть на суде, так же будешь на суде. Если кто пришел под конец стрима, тот может сначала опять это все, ну, посмотреть, почитать, да, эту тему. Ну, не почитать, а я это все, что я записал, все места писания с Библии, я это все выставлю, да. Потом посмотрите, братья и сестры, и чтоб Бог коснулся всех, всех нас, меня. В моей жизни тоже сейчас давление конкретно. Я сначала дьявол ко мне очень долгое время подходил, говорил, ты не хочешь ни в какую деноминацию, и ты не спасен, и ты не принадлежишь никакому домику. А я здесь, Иисус Христос, мне такой во сне приснился, говорит, я хочу быть твоим лучшим другом, я хочу, чтобы ты эту свободу передал так же другим. Я начинал познавать истину, читал Библию, реально понимал, что такое свобода. Я начал понимать, что такое свобода. Я начал понимать многие моменты, которые я никогда раньше не понимал. И я начал это понимать. Я сделал со свободным в Боге. А теперь идет атака. Атака на высшем уровне. Чем больше атака, тем больше я хочу поговорить ей про свободу. Вы же видите, молчать не могу. Так и так, хоть такие проблемы, но я благодарю всех братьев и сестер за молитвы, кстати, да, благодарю вас. Слава Богу за вас также, за поддержку, которую вы поддерживали, все равно, когда вот это время, что мне было тяжело. Благодарю многих людей из многих стран, да, пусть Бог вас также благословит и поможет. Реально все равно, я верю, что Бог все равно, я проходил наркозы, проходил вот это все катастрофу, да, видите, я живой там, ну, есть еще проблемы немного, но я стараюсь все лучше делать. Ну, видите, все равно Бог дает, Бог держит. Благодарю, будем дальше друг за другом молиться, дальше жить в Боге, Бог все равно держит все в руках. Аминь. Да, я в духе иногда тоже слабо, я думаю, что делать, как дальше, что делать, как дальше, да. Потом мне звонит человек, знакомый, говорит, Толян, приезжай завтра, я тебе там помогу, я там сделаю, там, там кто-то здесь помог, кто-то там помог. И все все равно как-то лучше становится, да. И врачи попадаются хорошие, слава Богу за них. Пусть Господь благословит всех врачей, все больницы, всех больных во имя Иисуса Христа. И за это вот мы идем на правильном пути. Это мне сильно в духе помогает. Благодарю вас за живую церковь, церковь Иисуса Христа, которая хочет идти за Богом и которая хочет зависеть от Бога, братья и сестры. Я надеюсь, меня было хорошо слышно, да, я попытаюсь на следующей неделе, вот на этой неделе купить для улицы такую камеру тоже. Вот эту камеру наверное тоже придется поменять, она прыгает туда-сюда, для улицы возьму специальную камеру, чтобы больше записывать такое, чтобы это что-то мне эта камера, она у меня сломалась на телефоне камера, она прыгает и звук, звук слышали же сегодня, звук какой-то на улице, вообще что-то уже не то, да. И это поменяем обязательно, да. Давайте, братья и сестры, я надеюсь, если есть у кого-то вопросы, мы помолимся, ну могу ответить как могу, да. Если нет вопросов, читайте Библию, знайте сами истину, живите сами с Богом, конкретно доверяйтесь сами к Богу, конечно, в духе друг друга должны поддерживать все, да. Аминь. Аминь. Ну все, давайте тогда помолимся, да, скажем Богу, просто поблагодарим Бога за это, за все. Господь Отец, Господь Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за то, что Ты спас меня от ада и вечного огня, я благодарю за каждого человека, кто сейчас на стриме, я благодарю за каждого человека, кто еще присоединится, Господь, я прошу Тебя, освободи этих людей, в Библии стоит, что Ты прилагаешь спасаемых в церкви, и я считаю, чтобы я прошу Тебя, Господь, просто коснись этих людей, кто сейчас еще где-то блуждает, не понимает, они куда-то хотят себя деть, но они понимают, что им нужен только живой Бог, и они понимают, что они не на правильном месте, они понимают, что им нужно живое, живая жизнь с Тобой, помоги им всем, и также, Господь, я прошу Тебя, это служение, это Твой канал, канал от Бога Иисуса Христа Спасителя, помоги мне также, поставь свою защиту, своих ангелов, свою просто благодать и милость, Господь, и просто я прошу Тебя, я знаю, это Твоя воля, если бы не Ты, я бы никогда бы не смог про Тебя говорить, если бы не Ты, я бы никогда бы не сидел здесь трезвый и говорил про истину, если бы не Ты, меня бы уже давно здесь не было на земле, я прошу Тебя дальше, Отец, я благодарю Тебя, Отец, за все, что Ты делаешь, я прошу Тебя, Отец, научи нас всех доверять Тебе, научи нас всех ходить через огонь, который сейчас происходит здесь на земле, научи нас всех ходить просто в Твоей воле, научи нас всех быть крепче в Духе, в Твоем Духе, научи нас всех служить Тебе в Духе истине, потому что мы без Тебя, как немощные люди, как немощные сосуды, как просто такие все мертвые без Тебя, оживи нас, касайся нас, Господь, и приходи нас, воспитывай нас, Господь, такими, как Ты хочешь видеть, научи нас славить здесь Тебя на земле, научи нас уже здесь на земле Тебя славить, как мы будем славить Тебя на небе, Господь, Отец, просто двигайся в нас, Господь, я прочитал все эти стихи, что стоит в Библии, там еще больше стоит, но я, что меня сильно коснулись, я хочу сказать лично Тебе, друг мой, Господь любит Тебя, Он хочет спасти Тебя, дать Тебе новую жизнь с Богом, Он хочет, чтобы Твоя жизнь была всегда с Богом, никогда не сдавайся, даже ты полностью грешный человек, полностью все пошли против Тебя, полностью ты сейчас в очень плохой ситуации, пойми одно, Бог любит Тебя, вечную любовь, Он не хочет, чтобы ты попал в Атум, хочешь, чтобы ты имел жизнь, вернись наконец-то к Отцу, и Отец даст Тебе, накроет стол и просто даст Тебе новую жизнь с Ним, это я говорю тебе с личного опыта, да, путь с Богом, Он не легкий, это узкий путь, Тебя не будут понимать люди, против Тебя будут идти фарисеи и книжники, и вот эта вся религиозная, это система, но ты будешь понимать, кто ты, и ты будешь готов встретить Бога, Бог будет знать Тебя, Бог будет говорить Тебе, и Бог будет действовать через Тебя, слава Богу Иисусу Христу Спасителю, аминь. Ну все, братья и сестры, как мог, я рассказал этот стрим такой, надеюсь, коснулся кого-то, надеюсь, просто, просто, как его, я хотел задеть эту тему, вот, в нашей динаминации, чтобы люди жили реально с Богом, а не с человеком, или зависели от человека, да, аминь. Благодарю, сестра, за поддержку, пусть Бог также вас благословит, благословит здоровьем, терпением, силой, да, чтобы мы реально конкретно в духе прошли этот путь, в духе прошли Его, не просто сдались на полпути, а прошли Его до конца, до последнего конца, как Иисус, Иисус сделал нам конкретно Господь, воплотив Иисусе Христе, сделал нам конкретный пример, это есть пример, как путь на Голгофу, это когда мы идем туда и с этим крестом говорит, возьми свой крест и мы идем, и нам трудно здесь, у нас муки, какие-то страдания, не всегда у нас все так пушисто и хорошо, а есть у нас реально атаки, особенно тогда, когда ты пойдешь против системы, который сделал Сатана, вот тогда на тебя пойдут все, Библия говорит, духи поднебесные, наша война против, не против тела, да, и крови, а против духов поднебесных, которые сейчас в этом мире, да, здесь вот эта мирская, и здесь еще вот эта религия, которая не дает нам, вот эти фарисеи, закваски эти, как они заквасили, они не дают нам пройти, вы же видите, сейчас что-то, попробуйте, скажите где-то свое мнение, вам сразу скажут, о, только православная церковь спасется, только та, бред, эта закваска откуда-то-то идет, почему они не говорят, что где стоит в Библии, что только баптисты спасутся, где стоит в Библии, что только православная церковь, где это, пускай меня не покажут это, и поговорить с ними насчет эту тему, они не выйдут в это, потому что для них, у них другой Бог, понимаете, если так разобраться, они меня спрашивают иногда, а почему ты нас называешь антихристами, я говорю, потому что вы мне говорите, что мой Бог Иисус Христос, это не спаситель, да, как мне вас называть, если вы говорите, что твой Бог, это дьявол и так далее, это же ужас, вы идете реально против того, кто меня спас, это ужас, да, но это такая тема, Бог, если поведет, так же эту тему заденем, все, братья и сестры, идем дальше, читаем Библию и живем так, как хочет Бог, а не этот мир, аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю, благослови вас, Господь и сохрани, во имя Иисуса Христа, аминь. Спасибо.